Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами программа «Последнее время». В Библии, книге Матфея, к Иисусу подошел один человек и спросил, «Что сделать мне, чтобы иметь жизнь вечную?» На это Иисус ответил, «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди мои заповеди». На самом деле, друзья, это время, когда мы можем услышать о том, что хочет в нашей жизни Бог. Каким образом мы можем быть угодными Ему, чтобы однажды пойти на небеса, в Его славу, в вечность, которой Господь нас ожидает? Откройте свое сердце и будьте предельно внимательны к слышанному Слову Божьему. Да благословит вас Господь! Региональный партнер служения Кеннета Кокленда, Джойс Майер, Рика Реннера в городе Днепропетровске, Христианская церковь «Дверь в небо», служение Юрия Коновалова приглашает вас посетить богослужение, которое проходит каждое воскресенье в здании Ричпорта, конференц-зал 11.00 и ДК «Шинник» 17.00. Пусть Бог благословит вас! Невозможно Богу служить в перемешку с нечестивым образом жизни, друзья. Невозможно Богу служить в перемешку. В воскресенье я святой, шесть дней в неделю я грешник. Невозможно. Невозможно быть чуть-чуть верующим, как невозможно быть чуть-чуть беременным. Если по-настоящему хочешь, чтобы Бог поднял твою жизнь до высот, Он говорит ей «отвергни нечестие и мирские похоти». Весь мир сегодня просто тонет в этой греховном болоте. Вы знаете, я недавно слушал статистику одной светской программы, Они рассказывали про ситуацию по ВИЧ-инфицированным людям в Украине. И они сказали, что в Европе, по всей Европе, Украина занимает первое место по людям, которые имеют ВИЧ-инфекцию. Днепропетровская область занимает первое место в Украине. Это как бы предположение этих данных журналистов. Они говорят, что практически сейчас в Днепропетровской области почти каждый пятый человек является носителем этой инфекции. От этой статистики у некоторых людей мурашки по коже, волосы дыбом, и они говорят, мы никуда не пойдем, никаким врачам, никуда мы боимся, мы не хотим никаких гостей, ни друзей, ничего. Вы знаете, в итоге они с депрессией могут просто закончить домом сумасшедшим. Но есть единственный рецепт в этом угрожающем, страшном мире остаться целым и невредимым. Знаешь, что это за рецепт? Твоя святая жизнь. Ничего другое не поможет. Сверхновые разработки презерватива, они не спасут тебя от СПИДа, который придет, если ты блудишь. Заповедь, не прелюбодействуй, спасет тебя от всех этих ВИЧ-инфицированных любовников и любовниц. Бог намного мудрее людей, друзья. И Он сегодня протягивает руку помощи. Он видит сегодня пробуждение в этой стране. И Он понимает, что должны быть те люди, которые будут говорить о настоящем решении всех жизненных проблем и трудностей. Это Иисус Христос, ответ для каждого человека. Бог дал свою благодать спасительную для каждого человека на этой земле. Аминь. И вы знаете, Бог сегодня говорит о святом образе жизни. Это не из-за того, что нам что-то нельзя, или нам запрещают в церкви. Я не грешу, потому что я не хочу печалить сердце моего отца. Он любит меня. Он доказал мне свою любовь. Все, что я делаю, я делаю прежде всего для себя. Я не делаю одолжение для пастора. Я не делаю одолжение для людей. Я живу свято, потому что я знаю, грех станет стеною между мною и им. А я этого никогда не хочу иметь. Друзья мои, Бог говорит, что Он учит нас, учит нас отвергнуть нечестие и мирские похоти. Для чего? Бог тут же отвечает через уста апостола Павла. Для того, чтобы целомудренно, скажите, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Я скажу вам, ситуация дальше будет еще хуже. Еще хуже будет жизнь каждый и каждый год нашей жизни на земле. Чем ближе к концу, тем хуже и хуже. Библия говорит, что Иисус однажды привел аналогию с беременной женщиной. Он говорит, этот мир похож на женщину, которая приближается к своим родам. Если в начале, это еще как бы вообще никто не замечал, но ближе к моменту рождения ребенка, она все хуже и хуже передвигается. Ну, женщины это знают. Я просто родил с женой двоих, я знаю, о чем речь идет. Поэтому, как бы, Иисус говорит, этот мир, он похож на эту женщину. И чем ближе момент рождения нового мира, тем хуже будет с этим старым миром. С проклятым, живущим во грехах. И вы знаете, на самом деле, происходят такие процессы, которые сегодня, как бы, глобально созданы сатаной. Сатана понимает, что время его ограничено. И Библия говорит, что он с великой яростью пришел для того, чтобы как можно больше душ утянуть в ад. Как можно больше. Вы посмотрите, какая идет информационная атака на сознание людей. Посмотрите, какая реклама по телевизору. Как будто весь мир разделился на две группы. Одни пиво пьют, вторые водку. И больше никаких ценностей в жизни. Любая реклама. Это либо Черниговская, Рогань и так далее, и тому подобное. И смотришь, результат этому малолетки по 10 лет ходят с пивом. Чего ты с бутылкой пива ходишь? Жарко, холодненького хочется. Послушайте, мы должны молиться за наше поколение. Дьявол хочет разрушить демографический уровень этой страны. Он хочет, чтобы это поколение просто вымерло. И, друзья мои, мы на самом деле, как мы можем помочь утопающему только лишь тогда, когда мы сами не будем тонуть? Только лишь, когда не тонющий человек, он способен помочь тому, кто утопает в этом море греха и проклятия. И посмотрите, здесь очень важный момент, о котором говорит Писание. Целомудренно. Что такое целомудрие? Это, по сути, безущербная жизнь. Целомудрие – это когда у тебя нету даже ни одного изъяна, как сосуд. Если он надщерблен в какой-то части, то этот сосуд, он как бы уже не котируется, как полноценный. И сатана пытается, даже если он не может тебя остановить в семейном благополучии, у тебя все хорошо с супругом или с супругой, сатана пытается сделать еще какой-нибудь реванш в твоей жизни, чтобы ложкой дегтя испортить бочку меда. И благодать учит нас тому, что мы должны бороться, чтобы наша жизнь была полноценна и успешна во всех спектрах нашей жизни. Не только в семье, не только в церкви, но также и на работе, также в взаимоотношениях друг с другом у нас должен быть стопроцентный результат. Когда Дух Святой обличает тебя в чем-то, Он это делает не для того, чтобы тебя расстроить, Он это делает, потому что Он хочет помочь тебе. И когда ты обратишь внимание на свою жизнь, например, к твоим отношениям с твоими друзьями, с твоими, может быть, мирскими друзьями, с которыми ты чаще общаешься, чем с верующими людьми. Знаешь, что Библия говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. И если в твоей жизни нет верующих друзей, а только мирские люди, это значит, что эти мирские люди, они могут тебя стянуть на свой уровень. Опустить вниз намного легче, чем поднять наверх. Иисус был другом, мытарем и грешником, но Он никогда не опускался на их уровень. Он вытягивал их на свой уровень. Он делал все, чтобы эти люди влюбились в Бога. И это действительно единственное обстоятельство, которое дает нам возможность общаться с людьми этого мира. Но не разделять их философию и образ жизни. Не разделять их и не становиться собеседниками в болтовне и обсуждении их телесериалов, которыми они живут. Ой, вы слышали, что там Альберта уже разродится или не разродится? Выйдет замуж или не выйдет замуж? Послушайте, это не философия спасенного человека. Ты должен думать и молиться, чтобы Бог дал благодать. Вытянуть этих людей из рутины греха. Для этого ты с ними имеешь этот контакт и возможность проповедовать Евангелие. Да, не все будут тебя слушать, отвергать первое время, но потом они все будут помнить о тебе и звонить и просить молиться. Вы не могли бы помолиться за меня? У меня все хуже и хуже жизнь. О, Иисус к вам стучался, когда у вас еще только так на горизонте проблема была. Конечно, я буду молиться, но знаете, из-за того, что вы не приходите к Иисусу, ваша жизнь не станет лучше. Она будет все хуже и хуже и хуже. Еще очень важное откровение. Что такое праведный образ жизни? Это когда ты, прежде всего, в правильном положении перед Богом. Ходить в страхе Господнем, жить Богом, любить Господа, поступать согласно Его Слову. Это то, ради чего должен жить каждый из нас. И благочестиво. Честь из-за твоих благих слов, дел и поступков. Честь Богу. Не быть антирекламой Господу, но быть по-настоящему человеком, который просто светит в этой кромешной тьме. Посмотрите, 13 стих говорит о том, что каждый из нас должен жить, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Жизнь в постоянном ожидании. Когда ты ложишься спать ночью, ты можешь проанализировать свой прожитый день и ответить себе на один вопрос. Если сегодня ночью придет Иисус, достоин ли ты быть в Его Царстве? Достоин ли ты стать частью этого многомиллиардного, большого, огромного количества спасенных людей на этой земле, которые пойдут на небеса? Будешь ли ты частью восхищения Церкви Иисуса Христа? Этот вопрос, он должен всплывать и всплывать на повестке дня каждого из нас. Мы не должны забывать, рано или поздно, Библия говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Здесь не останется ничего, не останется ничего, ради чего люди живут на этой земле. Все будет испепелено, как однажды в Содоме и Гаморе. И, вы знаете, Иисус предупреждает нас, чтобы мы всегда были готовы к Его пришествию. Аминь. Ожидая блаженного упования и явления славы. Ожидая, ожидая. Живи так, как будто завтра придет Христос. Как будто ты самое важное и необходимое должен совершить перед Его приходом. Вы знаете, когда, как бы, хозяин возвращается домой, а тот, кого он оставил вместо себя, знает приблизительное время его приезда, этот человек пытается все намарафетить, все сделать, все успеть, все приготовить, все почистить, помыть, сделать все идеальным, потому что он понимает, что когда хозяин дома войдет в свой дом, уже не будет времени. Ой, постойте на пороге, я сейчас здесь подмарафетчу то или другое. Уже все, факт свершился. Время чье настало. Иисус пришел на эту землю. Поэтому каждый из нас должен понимать эти вещи. Каждый из нас должен жить этим откровением. Я ожидаю моего Господа. Я в ожидании. Я не расслабляюсь. Я не забываю, кому я всем обязан в своей жизни. Я ожидаю моего Бога. Меня не держит ничего на этой земле. Я готов сегодня это все оставить и пойти навсегда в вечность с моим Спасителем Иисусом Христом. Очень важный 14 стих, который сам себя отдал за нас. Он видел, что мы не могли сами выпутаться из этой сети проклятия, в которой оказались. Мы сами попали в эти капканы и были безнадежно, больны, и не имели шансов выжить и выздороветь. И Бог первый послал своего Сына в этот мир избавить нас от власти дьявола. Он первый проявил, хотя мы были недостойны. Некоторые говорят, за что мне благодарить Бога? За то, что Он первый протянул руку помощи для твоего спасения. Он первый видел твое безнадежное положение в жизни. И Он сказал, я хочу остановить этот беспредел сатаны, которым Он уничтожает мое поколение людей. Я хочу помочь им. Я хочу протянуть им руку помощи. И вот смотрите, от всякого беззакония. Нет ни одного беззакония, которое было бы сильнее, чем Божья благодать. Благодать всегда сильнее, благодать всегда больше, благодать всегда могущественнее. И я не верю, друзья, что некоторые люди говорят, я не могу бросить то-то или это, этот или этот грех. Послушайте, Бог сегодня говорит, что Его благодать намного сильнее, чем беззакония греха. Благодать, лишь бы тебе захотеть это, лишь бы тебе возненавидеть этот грех, лишь бы тебе по-настоящему вожелать перемен в своей жизни. Если ты это сделаешь, то обязательно придет Божья благодать, которая очистит тебя от всякого беззакония в жизни. Беззаконие это не стиль жизни верующего человека. И Бог понимает, что там, где заканчиваются твои человеческие силы, там, именно там начинает действовать Божья благодать. Там, когда ты взываешь к Богу и говоришь, Бог, я ненавижу этот грех, я ничего не хочу иметь общего с ним. Туда приходит сила этой благодати и освобождает тебя от уз этого греха. Но пока не делается шаг номер один, шаг номер два никогда не будет действовать. Посмотрите, и Бог говорит, я избавлю этой благодатью каждого из вас от всякого беззакония. И второе, я очищу себе народ особенный. Посмотрите, это о нас с вами скажено. Особенный, не такой, как все народы другие. Но с чем-то мы понравились Господу, друзья. Я часто говорю, Бог, ну чем я тебе понравился? Ведь вокруг меня было столько более, как мне кажется, достойных людей, которым можно было верить в служение тебе на этой земле. Ведь было множество кандидатур, Господь, которые, может быть, были лучше, чем я. Но, вы знаете, тайну этого призвания мы узнаем только лишь, когда мы окажемся у Его престола. Почему Он сегодня из миллионов людей нашел тебя, определил тебя, а не кого-то другого. Особенный народ. Он за тобой закрепил место в этом зале. И приводит тебя, чтобы любить тебя, утешать тебя, благословлять тебя. Если мы взываем, Он всегда приходит с этой благодатью и очищает нас. Очищает нас изнутри. Он очищает наше сердце. Он очищает наш разум. Мы начинаем совсем по-другому смотреть на вещи, которые мы до этого смотрели и думали, что они нормальные. Вот смотрели и думали, ну что здесь плохого, какой здесь духовный криминал. Но когда Бог коснулся твоего сердца, ты совершенно иначе смотришь на этот мир. Ты смотришь на грех, как на что-то отвратительное. На что-то, что тебя просто от этого тошнит, как аллергия у тебя появляется на греховные поступки, действия каких-то нечестивых людей. Пусть они поп-звезды, пусть какие угодно звезды, но ты понимаешь, этот человек не служит Богу и тебя это не впечатляет. Тебе хочется отвернуться от этого беззакония, если ты по-настоящему рожден свыше. И вы знаете, Бог говорит, я очищу вас изнутри, я очищу вас и дам вам совершенно по-другому увидеть эту жизнь. Совершенно в другом ракурсе увидеть все происходящее. Для кого-то, для мира это будет что-то, может быть, унизительное, но праведник, он знает, что однажды придет воздаяние от всемогущего Бога. Однажды, как написано в Малахии 4 главе, Бог в один определенный день, Он покажет разницу между служащими Ему и неслужащими, между уповающими на Бога и неуповающими. Вы знаете, эта разница не для нас, а для тех, кто отверг Евангелие будет роковой. Я представляю, друзья, этот момент истины, который настал, когда пошел дождь и потекли потоки воды. Вы знаете, куда рванули все эти миллионы нечестивых, неуверовавших в Евангелие Ноя? Как вы думаете, куда они побежали? Они к ковчегу рванули, они знали место, где он строился. И когда петух клюнул в одно место, они рванули. Вы знаете, они обнаружили, что есть опоздание во времени. Есть, к сожалению, момент истины, который отсекает праведность от беззакония, верующих от неверующих. И, вы знаете, очень важно, друзья, чтобы мы сохранили свое место пребывания внутри этого корабля спасения. Бог дал нам великую судьбу. И я не жалею ни минуты, что я стал рожденным свыше человеком Божьим. Пусть у меня, может быть, сегодня нету того, что есть у людей этого мира. Это не важно. Но у меня есть самое главное. У меня есть Спаситель Иисус. У меня есть благодать, данная для спасения всех человеков. Я могу противостоять греху. Я могу изгонять бесов. Я могу разрушать проклятие. Я могу дьяволу сказать, убирайся прочь, и он уйдет с дороги. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Субтитры создавал DimaTorzok Ты и я, мой Иисус Ты и я, и никого вокруг Ты и я, ты говоришь мне слова Ты и я, о, как я близко слышу тебя Ты и я, мой Иисус Ты и я, и ничего я не боюсь Ты и я, ты утешаешь меня Ты и я, только ты и я Да будут разрушены всякие индоны Да будет разрушена вся суета Да будет уничтожено все, что мешает Мне видеть и слышать Господь тебя И пусть моя жизнь тебе изменится Я жизни и святости, жажду твоей Сегодня я открою для тебя свое сердце Войди в мой дом и вечери со мной Ты и я, мой Иисус Ты и я, и никого вокруг Ты и я, ты говоришь мне слова Ты и я, о, как люблю я тебя Упала слеза на горячий песок И кровь на ланитах застыла Полдневное солнце Как красный цветок Казалось, в зените застыло Гремели доспехи Звенели мечи Блестели на солнце Палящее И громко смеялись Бронясь палачи Над акцем На древе висящих Так только мог Всевогущий отец Отдать на заглание Сына Такая любовь Для особских сердец Воистину Не постижима Ибо так Возлюбил Бог Мир Что он был сыном своего Единородного Дабы всякий верующий Него Не погиб Но имел Жизнь Вечную Господь Я прихожу к Тебе В молитве Во имя Иисуса Христа Я знаю, что я грешник И своими силами Не могу изменить Ни себя Ни свою жизнь Я нуждаюсь В Твоем прощении И Твоей помощи Во имя Иисуса Прошу Прости мои грехи Я верю, что Иисус Божий Сын Что Он взял мои грехи И болезни на Голговский крест И я принимаю его жертву Очисти меня Измени меня Я отдаю Тебе свое сердце И прошу Тебя Руководи Моей жизнью Я хочу угождать Тебе во всем Благодарю Тебя За Иисуса И за жизнь вечную Которую Ты дал Мне сегодня Аминь Если вы помолились Этой молитвой С этого момента Вы Дитё Живого Бога Библия говорит Тот, кто во Христе Тот новое творение Древнее прошло И теперь всё новое Эти слова Относятся к вам Мы поздравляем вас С этим замечательным событием Вашей жизни Чтобы узнать Что делать дальше Свяжитесь с нами По телефону 36 16 42 Или 370 49 90 Пусть Бог Благословит Вас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok